В эфире новости в студии Ольга Эльфима. Здравствуйте. О самом главном к этому часу. Проект застройки Лугопарка «Дружба» отправят на доработку. Об этом сообщил глава города Владимира Дмитрий Наумов. Проект застройки был представлен жителям областной столицы на общественных обсуждениях в начале февраля. Согласно документу, на участках рядом с сохраняемой зоной должны построить несколько многоквартирных домов, спортивный комплекс, школу и детский сад. Чиновники заверяют, что работы не коснутся территории самого парка, но жители города все равно оказались обеспокоены проектом. В мэрии пока решили взять паузу. По словам главы города Дмитрия Наумова, проект необходимо доработать и учесть неумнение всех заинтересованных сторон. На совещании в правительстве Владимирской области губернатор Александр Авдеев поднял вопрос о расчистке реки Гуси. Ее русло находится в черте города Гусь-Хрустальный. Берега реки давно заросли илом, из-за этого на Центральном озере появляются плавучие островки из тины и осоки. О том, что русло нуждается в очистке, заговорили еще в позапрошлом году. Тогда Министерству природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области было выделено 7 миллионов рублей на разработку проекта. Губернатор Александр Авдеев также подчеркнул на повестке дня не только река, но и благоустройство Центрального озера. Надо будет тоже провести работу с подрядчиками по организации работы реки Гуси. И у нас необходимо ускорять работу по проектированию набережной на озере в городе. И давайте все это вместе тоже поставим под общественный и такой надежный контроль. Обсудим с общественниками проекты, расскажем, что будет происходить, и планы работы, и то, как это будет выглядеть в завершении. Ковровская городская прокуратура выявила нарушения в работе управления троллейбусного транспорта. Проверка выявила сбои в графике работы подвижного состава, а также в техническом состоянии троллейбусов и автобусопредприятия. В частности, на линии находились автобусы и троллейбусы с неисправным светом. У них не работали спидометры, информационное табло, а также звуковое информирование и вовсе отсутствовало. Проверка выявила и нарушения в доступности транспорта для инвалидов. Кнопка вызова водителей не работала, были сломаны поручни и элементы пола. Также были проверены ряд автобусов, которые эксплуатируются предприятием. На некоторых автобусах было установлено превышение допустимых выхлопных газов в атмосферу. По всем выявленным нарушениям нами в адрес руководителя предприятия внесено представление. Кроме того, возбуждены четыре дела в административных правонарушениях по всем тем фактам, которые мы выявили. И к другим темам. В эти выходные широкие масленичные гуляния прошли в Суздальском музее деревянного зодчества. Проводы зимы отметили с большим размахом. Собралось около 5000 человек. Гостей порадовали веселыми конкурсами и старинными забавами. Все подробности расскажем прямо сейчас. Сразиться в бою подушками, построить самую высокую деревянную башню или пробежать по соломенному лабиринту. Игры здесь на любой вкус. Заядлые экстремалы и вовсе могли проявить себя в блинной стрельбе или залезть на масленичный столб. Масленица – древний русский праздник. Ему уже более пяти веков. Издавна масленицу провожали для привлечения хорошего урожая. Сейчас смысл многих традиций позабыт, но некоторые из них все же удалось сохранить. Например, лакомиться блинами всю неделю и широко отмечать праздник. Великолепно, замечательно. Это то, что сейчас необходимо современному обществу. Обращение к корням, обращение к нашим истокам, жизнерадостность и такой позитив. Все развлечения на масленице проводились в рамках русских традиций. Тут и на тройке лошадей прокатиться можно было и угоститься символом солнца. Блинами не обошлось и без хоровода главного обрядного танца. Всего на территории музея развернулись восемь стилизованных локаций с различными интерактивными площадками. Центром праздника стала сцена, где выступили ансамбли фольклорного творчества. Судя по количеству людей, которые были на прошлой масленице и в этом году, да, значительно больше людей. Развивается внутренний туризм. Люди приезжают в удивительный город Суздаль и посещают музей деревянного зодчества. Вот такие интересные события. Каждый найдет здесь для себя что-то интересное. Самым зрелищным событием праздника стали гусиные бои. Еще с древности такая потеха радовала Ивана Грозного и Петра Первого. Изображение бьющихся птиц даже есть на нескольких Суздальских храмах. Участие гусыни в бою самцов важно, ведь именно за нее идет сражение. Николай Калиничев – гусевод с 55-летним стажем. С детства он мечтал иметь сильнейшую птицу. Сейчас у него таких шесть. Они не раз становились победителями гусиных боев. Но кровавых поединков мужчина никогда не допускает. Николай Делец, секрет в выборе сильного пернатого прост. В тот момент, когда гусенок уже встает, почувствовал свою силу и даже пытается иногда идти драться с отцом. Эти гуси в конце концов становятся хорошими бойцами. Вот мы их выставляем. Завершилось празднование захватом соломенной крепости, традиционной потехой. Штурм городка всегда приходился на последние дни Масленичной недели. Его сравнивали с окончанием царства зимы. Ольга Эльфимова, Марина Елькина и Дмитрий Шатауф. Около 200 жителей областной столицы приняли участие в съемках клипа на песню «Молитва». За несколько дней творческий проект набрал почти 80 тысяч просмотров в социальных сетях. Известные во Владимире вокалисты и музыкальные коллективы вместе спели о любви к своей родине. Слова и музыку написал композитор Игорь Ахчеев. А продюсером выступил председатель Союза журналистов во Владимирской области Александр Карпилович. Игорь Ахчеев, очень известный музыкант, не только Владимир, но и за его пределами, по сути, презентовал, подарил мне очень яркую песню. И мы с ним решили, соблюдая естественного авторства, сделать из этого такой проект, который, кстати, песня написана несколько лет назад, очень актуальна сегодня. Но эта песня, несмотря на такое пафосное название, она о мире, она о добросердечии, и она, конечно, о любви к нашей большой и великой стране. А откуда начинается Россия? Ну, конечно, из Владимира. По замыслу авторов, проекта песня может стать неофициальным гимном нашего города. В свое время Владимир был столицей русского государства. Именно здесь возникли основы духовных традиций. В планах на будущее запись профессионального клипа для его продвижения на федеральном уровне. В завершении выпуска о спорте во Владимире прошел лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. На снежную трассу в парке «Дружба» вышли около 500 спортсменов из разных уголков страны. Самая большая дистанция у мужчин и их маршрут – 50 километров. В соревнованиях приняли участие дети. Они стартовали в марше малышей. Подробности в нашем материале. На старте дети от 5 до 8 лет. Их дистанция всего километр, но для малышей это серьезный маршрут. Семилетний Ваня к победе готовился долго. Это второй марафон, в котором он участвует. Юный лыжник упорно тренировался, и ему удалось финишировать первым. Я на старте вырывался вперед. Меня никто не обогнал. Я много занимался, и поэтому я выиграл, и я рад, что я выиграл. А вот взрослые участники прошли более сложные дистанции. Мужчины маршрут в 50 километров, в гонках на 30. Соревновались юноши и девушки от 17 лет, а также любители. Год от года марафон набирает популярность. Я считаю, что популяризация спорта должна быть. Тем более, как вчера показал день, очень много детишек, которые привлечены к таким мероприятиям. Ну и Лыжня России также показала, что детей, которые хотят кататься, хотят заниматься спортом, хотят вести здоровый образ жизни, их все больше и больше. Да и родителей больше становится, на самом деле. Ну, погода тяжелая, на самом деле. Поэтому посмотрим, как лыжня будет. Но подготовлена она идеально. То есть, надо сказать спасибо организаторам. Традиционный марафон посвящен памяти легендарного олимпийца. Алексей Прокуроров родился под Мурумом. Во время учебы в пединституте достиг первых спортивных успехов. После распада СССР Алексей Прокуроров был единственным российским лыжником, который регулярно становился призером этапов Кубка мира. На церемонии открытия зимних олимпиад в Нагана и Солт-Лейк-Сити Владимирский спортсмен был знаменосцем сборной России. Потому что это человек легенды. Человек, который сделал себя в спорте. Который доказал, что во Владимире спортсмены очень большого уровня. Мы гордимся этим человеком. Это действительно почетный гражданин нашего города. Ну и, конечно же, лыжня сделана таким образом. Организаторы постарались отдать им должное, что она на достаточно большом уровне. На соревнования приехали участники из 35 регионов страны. Многие уже не в первый раз. Лыжники подчеркивают, что это не только спорт, но и отличная возможность побывать в историческом городе. А также завести новые знакомства. Это определенный драйв. Это общение с людьми, с друзьями. Коэктив сплачивает общие интересы. Много знакомств. Я уже бегал здесь раньше. Мне понравилось. Поэтому приехал сюда еще раз. Питание, размещение. Все на высшем уровне. Организация тоже замечательная. Поэтому сюда хочется приезжать, конечно же. На дистанции 50 километров у мужчин и 30 у женщин лучшими стали спортсмены из Переславля-Залесского. В каждой из номинаций участников наградили медалями и подарками. Призовой фонд марафона составил 290 тысяч рублей. Александр Инин, Мария Гончарова, Сергей Власов. На этом у меня все. Спасибо, что вы были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история и вы хотите стать героем нашего репортажа, то звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Ровно в 19.00 смотрите наш вечерний итоговый выпуск новостей. Продолжение следует...